Здравствуйте, уважаемые зрители научно-популярного канала оздоровления. Я Александр Закурдаев, и от Вашего имени я задам Ивану Павловичу Неумывакину некоторые вопросы, которые Вы присылаете нам на канал. Иван Павлович, вот есть вопрос, который касается антибиотиков. Уже антибиотики в своё время помогли людям продлить жизнь, действительно. Но после этого прошло уже десятилетие, и антибиотики стали настолько доступны, что в нашей стране они продаются даже без рецепта. Кстати, это единственная страна. И здесь как раз всё поставлено на то, чтобы Вы были более больны, чем здоровы. Потому что уже больше 10-15 лет все страны мира запретили не только продавать, а и выпускать антибиотики. Потому что каждое лекарство, оно имеет свою специфическую особенность. Да, оно было вначале сильнодействующее. А потом те проблемы, которые возникали у человека, они сопротивляются. Вот говорят, вирус, при гриппе Вам рекомендуют антибиотики. Да при чём тут антибиотик? Это гнаеродная инфекция. Так вот, эта гнаеродная инфекция плохая, хилая, она умирает. А хороший, он же так же, как человек хочет жить. И они сегодня выработали такую фактически систему блокады, эту антибиотику. Говорят, ну чихать на него хотели. Оно на него не действует. Но Вы же химию глотаете. Это химический продукт. И сегодня антибиотики, любые антибиотики вызывают такие изменения в организме, которые способствуют появлению новых заболеваний, с которыми уже никто не может отправиться. Это имеет отношение ко многим лекарствам. Те же антибиотики, не антибиотики, а антидепрессанты. Те же лекарства, которые предлагают при кроведом давлении. Антибиотики, это самое, при этой так называемой болезни. На самом деле её нет. Имейте в виду, любое лекарство работает 10-12 дней. Это умнейшие фармакологи об этом заявляют. После этого организм привыкает. Надо или менять лекарства, или увеличивать дозу. Но Вам-то годами дают это лекарство. Считайте, что Вы уже заболеваете от этих лекарств. Вот Вам вывод, который сегодня в России пропагандируют официальные медицины. Вы не нужны здоровые, Вы нужны им больные, для того, чтобы из Вас выкачивать всё, что только можно. Иван Павлович, вот каждый день мы едим, и часто выбор продуктов, он является фактически выбором того, будет ли человек здоровым или больным. Вот как надо выбирать продукты, чтобы эти продукты приносили здоровье? В ближайшее время, с 1 июня, уже подписан указ нашего премьер-министра о том, что Вы будете переводить на генно-манифицированные продукты. А генно-манифицированные продукты – это чистейшая химия. Происходит отравление населения. Я Вам приведу пример. Когда случился Чернобыль, мы в Гомеле с космонавтами проводили конгресс. И решили поехать ближе к Чернобылю, посмотрите, что там делается. Прошло, наверное, с полгода. Едем, километров 20 осталось Чернобыль. Дозиметр зашкаливает. Домик, деревня. Домик, труба, дым идёт. Корова стоит, свинья там, куры бегают. И мужик садится на лес такой, это полдень, садится и приглашает кушать. Спрашивает, как дела? Нормально. Но тут же опасно жить. Ну как же так? И он приглашает. А на столе стоит ещё бутылка самого. Да я покушаю и чарку кори-горилки выпью. А врачи кажут, что при какой-то радиации можно чарочку принимать. И я здоров. Ну послушайте, это же радиация. Послушайте, что вы мне в лапшу на уши вешаете? Я не бачу, я не вижу, а где это радиация? Кажут, тут, тут. Но её нема? Нема. Значит, и для меня, для меня, по-украински, для меня радиации нема. Так оказывается, приезжает каждую неделю, меряет всё, а у него показатели все нормальные. Вот тут у вас пунктик сидит. Это сознание направлено на то, что у вас какая-то болезнь. А слово болезнь – мощнейшая негативная реакция, которая заставляет вас искать врачей, лекарств. Да никакой врач вам не вылечит, если вам вот эту, хотел сказать заразу, вот этот термин, который называется болезнью, навесили. Да нету болезни, а состояние есть, а состояние вот здесь. Вы поняли меня? Понятно, хорошо. Иван Павлович, вот вы спрашиваете, что вы в книгах пишете, что диабета нет, а в медицине известен врождённый и приобретённый диабет. Если болезни нет, что же человек наследует? Наследует предрасположенность. Я в книге «Диабет. Мифы. Реальность» об этом подробно пишу. У меня были семьи, в которых во вторых, третьих, четвёртых поколениях все бабушки, прабабушки и папа или дедушки болели диабетом. Но перестаньте пичкать маленького человека, кормить тем, что является основой напряжения работы подзелудшей железы. Постоянное пичкание сладким, постоянное мучное, кормление в любое время дня и ночи, питьё любой гадощи, которая называется пептик, кока-кола, всё, что хотите. А чего вы после этого приходите к врачам и жалуетесь, что диабет? Предрасположенность – да, всё зависит от вас, как вы умеете нормально построить свою жизнь. Иван Павлович, вот в газете МК в январе опубликованы ваши семь правил здоровья. Вот вопрос такой, вот если следовать этим правилам, вот этого будет достаточно, чтобы защитить себя от тяжёлых болезней? Ха, какие вы хитрые, на халяву хотите жить. Это основа. А там к этому ещё нужно кое-что добавить, потому что писать в газетах, что вы должны знать и что вы должны делать, это же целые страницы, что написано в книгах. А в основе вот этих шесть-семь этих правил всё правильно. Это должно быть у каждого, начиная с первых дней жизни, не говоря о пожилом возрасте. Иван Павлович, а вот люди задают вопрос. Знают же, что вам уже возраст достаточно большой. Вот как вы в таком возрасте ведёте такой творческий образ жизни, пишете книги, выступаете, создаёте центры оздоровления? Вот что это такое, по вашему мнению? Это результаты генетической предрасположенности или это результат применения ваших космических знаний, зданий космической медицины? Тут всё вместе взятое. Во-первых, я родился в деревне, а деревня – это труд. И только стали на ноги, мы уже принимали участие в работе. И птичек накормите, и кого-то попаси. Это физическая работа, закалка. И самое главное, от нас требовали ответственности за то, что любое дело мы должны делать, чтобы оно было хорошо сделано. Если никто за тобой не смотрит, всё равно ты должен делать это дело. Пусть оно самое неприятное для тебя, не хочется, но тебе поручили. Ты должен его сделать. Это раз. Потом я насмотрелся на свой отца, который курил табак, который никто не мог бы курить, и который, к сожалению, в 60 с лишним лет и умер. Это раз. И потом космическая медицина. Десятки, если не сотни крупнейших специалистов страны были фактически моими подчинёнными. Я ходил к ним, открывал любой частью тела дверь, спрашивал, почему это так, почему, почему, почему. Оказывается, это прекрасные были сотрудники, но ремесленники. Они знали только одну часть. А когда я разобрался во всём, и когда им стал рассказывать, что вы все работаете только на то, чтобы заработать на этом несчастном теле, который называется «человеке», и где всё взаимосвязано взаимозависимо, и если вы не будете делать одно за другое завязанное, и это не будете делать, то вы приручаете больного человека. И плюс – это активность. Если вы будете сидеть на лавочке и рассуждать, сколько чего померло и что чего, ну всё, вы уже начало болезней. Шевелитесь, работайте, живите и радуйтесь, что вы ещё ходите, дышите. Можете где-то довольствоваться, недовольствоваться рада ушла вокруг вас, что наступает зима, наступила там зима. Всё это положительные эмоции. Без них ничего вы не сделаете. И главное – чистыми помыслами. Пожелали кому-то плохого, в первую очередь вы пожелали собственность своему организму. Всё. Закисление организма – вы больны. Иван Павлович, спасибо за ответы на вопросы наших зрителей. Будем ждать следующей встречи с вами. Будьте здоровы. С вами был Александр Закурдаев. И задавал вопросы профессору Нему Вакину. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.